Светлана Фабрикант И вот этот танкный испуг, в котором наши ребята, краснофлотцы, рабочие заводы, шли на смерть, чтобы стоять этот город, это примерно все времена. И мне больно, что сегодня молодежь не помнит этого, не знает. В 1941 году, в 73 дня Одесса сдерживала натиск румын и немцев. И это было примером того, как наши деды умели и хотели воевать. В 73 дня одесситы сдерживали натиск во много превосходящих сил противника. И даже несмотря на то, что последний день обороны пришлось оставить город Одессу, все равно с точки зрения военной тактики это была победа. Оборона Одессы – то эхо истории, которое звучит и по сей день. Дедушка Светлана Фабрикант, участвовав в этих исторических событиях, был задействован в ополчении. Семью эвакуировали, а он остался, так как не мог бросить родной город. День памяти тех настоящих защитников нашего города, которые, к сожалению, в большей части свои погибли. Потому что они погибли здесь, обороняя город. Погибли, потому что отсюда отходили в сторону Крыма и Севастополя. Стали после Одессы защитниками Севастополя и практически все погибли. Поэтому участников обороны Одессы практически не осталось. Команда Светланы Фабрикант вместе с небезразличными одесситами возложили цветы и к памятнику неизвестному матросу на Аллее Славы. Мария Сапкалова, Евгений Очменцев, Думская ТВ.